Помощь Запада скорее вредна, чем полезна для Украины. Об этом идет речь в статье в передовом американском издании The Washington Post «Помощь Запада способствует коррупции в Украине», опубликованной 5 мая. Ее авторы Стивен Фиш и Нейл Абрамс – политические эксперты, преподаватели одного из самых престижных в мире Калифорнийского университета в городе Беркли. Оба специализируются на изучении переходных экономик стран Евразии, в том числе и постсоветских. Американские эксперты рассуждают, насколько вероятно, что новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман сумеет провести реформы, которых Запад так и не дождался от его предшественника Арсения Яценюка. Авторы пишут, что даже беглый взгляд на историю сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной доказывает, что политика финансовой поддержки Запада в Украине провалилась. С первых лет независимости МВФ помогает нашей стране кредитами и каждый раз для проведения реформ. Конечная цель этих реформ – формирование рыночной экономики и создание институтов правового демократического государства, которые бы обеспечивали честную конкуренцию и защиту прав граждан. Однако спустя 25 лет Украина остается все еще очень далека от достижения этих целей. Украинские элиты используют суды и полицию для захвата компаний, на которые они положили глаз. Основная деятельность регулирующих органов – не служение народу, а вымогательство. Хуже того, разворовывается госимущество. По крайней мере, на данный момент правительство покончило со схемами, при которых частные посредники нелегально зарабатывали миллиарды на газовых субсидиях. Одно из предыдущих правительств уже однажды ликвидировало такие схемы в 2009 году, но уже преследующие власти схемы были возвращены. С начала 90-х политическое руководство Украины было всегда тесно связано с бизнес-элитами и качественно не менялось. А регулярная финансовая помощь Запада только помогала консервировать украинский правящий класс и его коррупционные схемы, отмечают авторы статьи для The Washington Post. В 1999 году Международный валютный фонд выдал Украине кредит 184 миллиона долларов. И столько же 184 миллиона было украдено из государственной компании «Нефтегаз Украины». Из них 64 миллиона долларов пошло на предвыборную кампанию бывшего президента Кучмы, а остальное руководство страны распределили между собой, продолжает Стивен Фиш и Нейл Абрамс. В апреле 2015 года МВФ перевел Нацбанку Украины кредитный транш в 4,5 миллиардов долларов на поддержку банковской системы. Большая часть этих денег пошла якобы на рефинансирование Приватбанка, после чего из Привата было якобы выведено в офшоры почти 2 миллиарда долларов, пишут авторы статьи для The Washington Post, ссылаясь на данные журналистов украинского информационно-аналитического портала «Наши гроши». И вот в этой статье «Помощь Запада способствует коррупции в Украине» отмечается, что за 25 лет украинские лидеры могли бы уже построить эффективные институты государства, которые бы не позволяли так воровать, а способствовали бы развитию рынка, чтобы максимально увеличить налоговое поступление в бюджет страны. Но из-за практически неограниченного доступа к западной помощи у них не было необходимости это делать. Поэтому из государственных компаний продолжают выводиться огромные средства на офшорные счета олигархов. Стивен Фиш и Нейл Абрамс утверждают, природа коррумпированности власти в Украине такая же, как и в странах третьего мира. Например, исследования Камбоджи и стран Западной и Центральной Африки показали, что международная финансовая помощь создает условия, позволяющие государственным лидерам воровать. Это ослабляет их мотивацию строить эффективное государство. Авторы продолжают. В новом правительстве Украины большинство представителей дискредитировавших себя посткоммунистических элит. Учитывая опыт провала реформ предыдущими правительствами, Стивен Фиш и Нейл Абрамс считают, что предоставление нового транша МВФ Украине не будет стимулировать новое правительство проводить реформы. Финансовая помощь Запада может быть полезной только, когда она предоставляется на очень строгих условиях. Сначала реформы, потом деньги. Причем, подчеркивают авторы, необходимо четкое руководство, какие шаги и в каких сферах должны предпринимать правительства, которые получают деньги от Запада. И каждый раз для принятия решения, предоставлять ли очередной кредит Украине, необходимо анализировать, какие уже были сделаны изменения, как на общегосударственном, так и на региональном уровне. Каково же будущее сотрудничество западных доноров с Украиной? По мнению авторов, МВФ может и дальше работать по старой схеме. То есть время от времени заявлять о замораживании кредитной программы по причине того, что не видит прогресса в реализации реформ. А после очередной хитрости украинских политиков, когда проводятся косметические изменения, размораживать и выделять кредиты. Но в статье говорится и о другом варианте развития событий. МВФ замораживает выделение кредитов Украине до тех пор, пока в государственном руководстве Украины не будут представлены новые политики, которые прежде никогда не работали в органах власти при постсоветской элите. Или другой вариант. До тех пор, пока кабинет министров Украины не будет сформирован из профессионалов-технократов, таких как бывший министр эконом-развития и торговли Айварас Абрамовичус, бывшая министр финансов Наталья Ерейская и действующая глава Нацбанка Валерия Гондарева. В ином случае сложно говорить о том, когда Украина может рассчитывать на финансовую помощь Западу. Это стало бы поворотом в политике Запада по отношению к Украине. Главный посыл – настоящие долгосрочные реформы в Украине маловероятны, пока у власти политический класс, который себя уже полностью скомпрометировал. Вскоре мы узнаем, оправдаются ли прогнозы американских экспертов Стивена Фиша и Нейла Абрамса. Пока руководство МВФ не спешит с решением о выделении очередного кредитного транша для Украины. Но, как сообщило международное новостное агентство Reuters, сегодня заместитель главы Европейского департамента МВФ Махмуд Прадхан выразил удовлетворение работой нового правительства и назвал ее воодушевляющей. Это, по словам Махмуда Прадхмана, хороший сигнал. Но чиновник тут же отметил, следует еще подождать официального анализа, насколько Украина продвинулась в реализации реформ, предусмотренных кредитной программой МВФ в 17,5 миллиардов долларов. И добавил, что еще рано говорить о том, сколько же это займет времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова